Привет, друзья! В общем, я не знаю, что происходит не так, но эфир почему-то в Инстаграме сохранился, не могу для Ютуба сохранить, не понимаю, какие кнопки нажимать, потому что здесь вверху должна быть кнопка, и она не получается. Я в эфире, Галия, ну что ты? Предыдущий эфир сохранился, в общем, он сейчас обрабатывается, есть, я его уже смотрел, поэтому... Это на WhatsApp пишите, да, там договоримся как-то. Там кто-то стучится, давайте посмотрим, может еще поработаем. Это формат для меня новый, вот этой работы. Смотри, я работаю на расстоянии, бывает, типа WhatsApp. Привет, привет. Привет. Помнишь, я летом попал тебя? Я сейчас, наверное, не вспомню. Помнишь? В общем, я летом была в июле. У меня там проблемы с мужем были, с семьей, и ты мне сказал, в общем, мы проработали все, я была на тренинге. Думаю, нет, ты сказал, что, в общем, приедешь, ты меня жестко перезагрузила, у меня вообще все поменялось, мое мышление, мое восприятие. Я тебе помню все, понял я. Я в искусственную, в искусственную. В искусственную. Да, я в искусственную приезжал, да. Все помню, да. У нас фотки такие были. В общем, ты мне сказал, приезжаешь домой, пока ничего не делаешь, через три месяца придет решение, и реально через три месяца пришло решение. В общем, я решила, я решилась поменять свою жизнь кардинально, в плане того, что я поняла, что мы с мужем смотрим в разные стороны. В общем, как бы ты говорил, что ты никому не советуешь развод, но вот, судя по моей ситуации, ты сказал, что мне лучше, конечно, быть самой. И я когда сказала, я не выгребу, ты сказал, нет, ты выгребешь. В общем, я поверила и в себя, и в тебя. И, в общем, я сейчас стараюсь строить жизнь сама. В общем, я от него ушла. Получается, планирую покупку крупную, да, с детьми, чтобы жить, допустим, да, в своей квартире. И вот сейчас, вроде бы, да, такое время, что нужно работать, зарабатывать деньги, у меня опять какая-то вот, знаешь, апатия, я не хочу работать. Хотя я знаю, что сейчас вот я, да, буду жить одна, мне нужно, наоборот, еще там работать в разы больше. И вот что-то вот со мной такое произошло. Вроде столько сил было, я даже на это решилась, я на это 9 лет много решиться, вот 9 лет мы в браке, получается. И вот я поехала к тебе, ты меня перезагрузила, я поняла, чего я боялась, через это все прошла. И вот как итог, теперь начинаю новую жизнь, в общем. И что-то опять торможу. Что торможу, непонятно. Ну, подыши давай, закрывай глаза. Ты, в общем, все знаешь, просто дыши. Закрой глаза, дыши. Да. А я здесь пока немножко поделаю. Дыши в боку. Это поцессу, я тебя не видел хотя бы хоть края глаза или чего-нибудь. Вот так нормально? Вот так нормально. Да. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Из горла выкашливает. А в горле застрял, а вы кашливаете? Что-то прям много застряло, да. Давай, давай. А вы же не будете смотреть? Мы не будем смотреть, а ставь телефон, а тебе звонить. Ай, да-да, я телефон рядом оставлю. А что, ты уже поможешь? Сейчас. Короче, посмотрите. Посмотрите на, душевую, короче. Давай, давай. Блин, я боюсь. Сейчас. Соплей километр. Может, экзакцент не вызвать? А мы куда попали? Игорь, что-то не идет. Не идет у меня вообще, если честно, боясь нарыгать. Это с самого детства что-то такое. Не идет. Но вроде мне полегче прям стало. Ушло вот здесь. Вроде поорала. А вот вырыгать не выходит. Нормально вроде. Стало получше. А я там орала, наверное, всех напугала, короче. Нормально. Да? Нормально? Да. И, в общем-то, вроде полдела сделала, а вторую половину теперь, блин, чуть очкую делать. Ну, хотя уже за место пошел, уже, как бы, жернова закрутились. Если прощение, пописли еще и там потом... Еще пописать, да? Ага. Ага. Им, короче, там, да, тем, кто там остался в той жизни, в моей пусковой, да? Попиши, попиши. Женщине одной самой есть все, ну, страшно без мужика. И оно тяжело. И вот это отчаяние самоцентр начинает падать. То есть это, ну, такие процессы, которые болезненные. А, вон, пишут, напугали очень. Ага. Вот. Поэтому нормально. Алло. Блин, сейчас завтра меня там 600 человек посмотрят, капец будет. Уже это было. В общем, письма прощения, все будет нормально. У меня недавно ситуация была такая непонятная на работе. Я тебе позвонила, и ты мне говоришь, вот так, вот так, вот так сделай. И на расстоянии ты почувствовал вообще то, что я там, в общем, с руководством будалась. Хотя я тебе сказала всего два слова. И ты прям понял, в чем суть, короче. И ты мне сказал, вот так, вот так делай. Я спустила всю свою энергию, и все у меня стало нормально. А то я там как бы начала какую-то непонятную войну между мужчиной и женщиной. И ты мне такой, успокойся, стань девочкой, короче. И в общем, все нормально было. Ну, круто. Слушай, ну как-то прям легче стало. Ну, конечно. Приезжай. Давай. Только, правда, я, что я так-то, блин, на всю страну там орала. Ну, ладно, я думаю, что люди меня поймут и простят. Ладно, все, спасибо. Давай. Давай, давай. Ага, пока. Давай, давай. Давай. В общем, такие дела. Где там Алексей, который там наш скептик номер один? Алексей. И сколько лет, интересно. Я писал 10 целей по этой методике, да, получилось, выбрал из всех самые нужные, а дальше что? Вот это что девушка делает? В общем, пишите дальше. Вообще 10 целей нужно писать всю жизнь, на самом деле. Можете писать месяц, они со временем начнут у вас исполняться. Вот в чем прикол. Кто там есть еще, с кем надо поработать или кто хочет? Я тоже реалист, не переживать. Самостоятельно выполнить что? Самостоятельно у вас так не получится. Вы можете самостоятельно себя довести до истерики, там что-то сделать, но выхода такого не будет. Моя бывшая живая мобильная. Я ее знаю, я честно, я очень много людей у меня проходит, и я не знаю я, про кого вы говорите. Затем, как он может задохнуться, если я его даже не трогал? Скажите, у людей страх больше, чем надо. Да, это я ее муж. И ее, это чей? А выйти в поле можно прокричаться, такой же будет эффект. Ну, идите, прокричитесь, попробуйте. Не получится. А, Мару, Мару, Мару. Это была у вас недавно, здорово. Только из-за днём, когда... Ребенок, ну, плачет, так же, что включить. Это суперздорово. Что-то, что-то было, что-то было. Я все хочу, но боюсь эти страшные видео. Да ничего страшного нет. Народ, кто-то хочет еще, чтобы с ним поработали, что-нибудь сделать, я не знаю. Марусь, у кого я знаю. Алексей, вы хотите здесь это обсудить? Хотите об этом поговорить? Я не знаю ваши отношения. Бывшие, не бывшие, вы развелись. Это же, ну, не знаю. Я причем. Ну, Марусь, да, я знаю. Я приду к вам. Так, тут кто-то стучится. Давайте посмотрим. У нас все здорово, что у вас все супердит. Я рад. Да, я хочу. У вас все супер. Я рад за ваш голос. Так. Сейчас хотите? Ну, сучитесь, давайте посмотрим, что получится. Сейчас только Наташа видишь. Ну, здорово. Я хочу многое понять в себе. Ну, понимать не надо, но очень важно почувствовать. То, что ты свои ощущения, что ты там чувствуешь сам. Смысл, вот, ну, никакого смысла нет понимания. Дина, я за вас рад и вас поздравляю. У вас еще два волшебных дня. Круто, Алексей. Вот. Про стоимость сеанса вы не спрашивайте, потому что оно меняется. И не хочу. Я хочу этот эфир сохранить в YouTube, если опять получится. Поэтому цену не хочу спрогать. Поэтому пишите в директ или на WhatsApp. С кем поработать, народ? Кто-то хочет или нет? Кто хочет, постучитесь. Надо сначала... Вот как-то учиться проводить подобные процессы для других. Нужно себя сначала проработать, а потом... Очень важно захотеть, чтобы делиться с собой людьми и все. Ну, стучитесь. Вы в Инстаграме там... Как-нибудь... Кто-то есть уже порешительный? Просто, ну... Алексей, честно, я уже не помню. Надо куда-то... Потому что у меня экран активный, он другой. Ну, тычьте во все, что есть. Я не знаю, кто подсоединился. Отключайтесь, народ. Не вешайте чужих обезьян, не на шею. Надо своих обезьян. Хотите, стучитесь. Давайте. Насколько эффективен по сравнению с вашей техникой? Эффективен по отношению с чем? Вы же видите, если человек не сопротивляется, с ним можно поработать очень легко, да? То есть, если он не закрывается, он если много не думает... Вот, Алексей. Давай посмотрим. То есть, если получается. Если... Что вы думаете о технике? Это технике, я ничего не думаю. Технике хорошая техника, которая помогает разобраться в себе. Быть немножко ближе. Алексей, приветствую. Привет. Рассказывай, с чем хочешь поработать? Вообще, с собой. Что беспокоит? Меня беспокоит многое. Как бы... Ну, очень многое меня беспокоит. Многое в жизни не получается. Хочу как бы с этим разобраться. Непонятно, что как бы делать, как делать. Что-то начинаю делать, и сразу это все заканчивается. В плане денежных каких-то моментов. То есть, такое ощущение, как будто деньги ко мне закрыты. И как бы с этим вопросом я хотел разобраться. Я как бы обращался ниже изложенному человеку. Немного как бы помогло. Подсказал ваш сайт. Стал смотреть. Немного... Вот сейчас не понял то, что происходило. Честно скажу, не понял. Ну, я думаю, мы опустим этот момент, да? Хотел бы, чтобы вы мне что-то посоветовали. Может быть, что-то прожить в своей жизни нужно. Что-то поменять в своей жизни нужно. Что-то сделать нужно в своей жизни. Чтобы, наоборот, как бы моя жизнь переступила тот шаг. И началось все по-другому. Можешь глаза закрыть на секунду, а? Вдох сделай глубокий. Закрой глаза. И выдохай через рот. Еще глубокий вдох. И выдох. Открывай. В общем, смотри. Ты как-то... Я предполагаю, да? Я ничего сейчас не... Этот... Ты себе по рукам бьешь, я не знаю. Ты сам себе бьешь по рукам или кто-то тебе по рукам бьет. Но пальцы вот здесь вот как-то они валят в суставах вот тут. Напряжение чувствуют. Я не знаю, ты этого чувствуешь сами или нет. Это что такое? Ну, это перерез на сухожилие. В рождении мы... Когда родился мой сын, я немного так вот отметил. А, понятно. Вот. Смотри. Это правая на правой руке, да? У тебя с отцом какие отношения? Левая. 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 Левая, да. Ага. Левая рука, смотри. Это напряжение... Это эмоциональное перенапряжение с женщиной. То, что ты палец не порезал, или я не знаю, что ты в себе сделал. Перерез, да. Перерез. Но это было не специально. Я понимаю. Это было специально. Да. Это подавленные эмоции с женщинами. Это, возможно, взаимоотношения с мамой напряжённые или с женой. А может, и с женой, и с мамой. Ну, в общем... Скорее всего, напряжённые были с женой. Ну, и с мамой, поэтому... В общем, смотри. Напряжение с женой, оно выходит через напряжение мамины всё равно. Угу. Да? То есть, если ты в детстве обиделся там на маму, то ты это будешь проецировать всю жизнь на другую женщину. Там, на жену, на сестру, там, на всех. На начальницу. Хочешь... Знаете, я немножко перебью. У меня с мамой очень хорошие отношения. Я её очень сильно люблю. И, как бы, она очень относится ко мне именно так же. Ты бы вот просто, знаешь, я тебе скажу... Это самые страшные слова, которые можно услышать вообще от человека. То, что ты сейчас проговорил. Почему? Да. Потому что тебе сейчас сколько лет? Тридцать четыре. Вот когда в тридцать четыре года мужчина говорит, что у него с мамой охрененные отношения, и я её очень люблю, и она меня тоже, это капец страшно. Почему? Потому что у тебя, скорее всего, с ней связь очень сильная, которую ты не оборвал ещё. Ну, я думаю, это, наверное, у всех, нет? Это у многих, но не у всех. Да. Это у многих, но не у всех. Смотри, она тебя одна воспитывала или нет? Или у вас полная смерть? У мамы с папой отношения какие между собой? Они счастливы? Да. Счастливы? Да. У тебя, значит, и с папой близкие отношения, да, тоже? Да, да, да. У меня с отцом очень близкие отношения. Я, как бы, очень уважаю, горжусь своим отцом. Супер. Смотри, единственное, чего тебе нужно сделать, тебе надо от них отойти. Я пытаюсь. Ты не пытайся, ты надо просто отойти и всё. Потому что если ты... На данный момент у меня много не получается отойти от них, в связи с тем, то, что, как бы, они мне немножко сейчас на данный момент помогают. Вот. И у тебя не будут финансов, да. Да, и с этой помощью, как бы, я без этой помощи на данный момент пока не могу, как бы, расстаться. Вот, я очень хочу, я очень хочу... Только от семенизма добровольно никто не ходит. Да, я очень хочу с этим расстаться, но, как бы, на данный момент у меня нет такой возможности. Вот. Я, как бы, хочу свою, наоборот, вот эту помощь перевернуть её. Я хочу перевернуть в обратную сторону. А у меня не получается. Давай вот так, смотри. Ты пока эту связь не перервёшь, финансовую и эмоциональную, у тебя ничего не сдвинется с места. Я тебе просто... Ну, я много уже видел людей, оно просто не сдвинется. Никогда не будет удобного случая, чтобы от этого коммунизма отказаться. Ты должен сделать это сам. По-другому никак этого не произойдёт. И ты не сможешь создать семью с другой какой-то, другой женщиной или вот с той же, пока ты от них не отойдёшь. Потому что, честно говоря, женщина, это, ну, пиздец, как бесит. Смотри. Вот, 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 вот. Вы меня понимаете, мне кажется. Теперь смотри. Когда ты... В твоём первом контуре мама с папой оказались. Да? И это твоя семья. И когда ты создаёшь семью с другой женщиной, и ты говоришь, моя семья папа-мама, а ты на втором месте, и твоё место там вообще где-то молчать, она будет тебя, блядь, ненавидеть. Неправда. Она будет... Подожди. Она будет воевать за влияние над тобой. И будет рубиться с твоими родителями. А ты такой, как ты, если судья отойдёшь, и будешь смотреть, как эта керня вся развивается. Совершенно верно. Ага. Почему так происходит? Смотри. Жена на втором контуре, папа с мамой на первом. И ты говоришь, а моя мама сказала вот так. А мой папа сказал вот так. И ты, я тебе сказал вот так. И она начинает, они между собой начинаются драчки. И у тебя семьи нет. Не создаётся. Ты не самостоятельный. Тебе надо их вытеснить на второй контуре. И первым контуром сделать свою жену. И тогда начнёт создаваться семья. То, что я сейчас слышу... У меня сейчас нет семьи. Вернее, жены нет. Я тебе просто моделирую, как она... А там на себя сам накладывай, как хочешь. И пока ты не отделишься от родителей, у тебя не будет самостоятельного заработка, не будет самостоятельной семьи. Ты можешь смириться жить так же, как ты живёшь, сесть с родителями и сказать, окей, меня всё устраивает, меня кормите, я на вашей шее сижу, я трудю. Всё. И можешь так жить, прожить всю жизнь. Но родители, они не вечные. Им когда-то будет 70, 80 лет они... И ты будешь тоже будешь их поддерживать. Вот и я это сейчас хочу. Как ты смотришь, не знание, не умеешь, понимаешь? Смотри, 34 года это такой вот возраст, это вот уже почти кризис среднего возраста, очень рядом, да? Когда ты понимаешь, что уже всё сзади. Уже жопа. Уже, знаешь, как этот... Мечты ты уже понял, что уже сказки не будет. Да? И что завтра делать, я не знаю. Но если я буду продолжать жить так, как я живу сейчас, я в 80 лет, сука, в такой жопе, если вообще я до этой жопы ещё доживу. Вот, 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 да, 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 да. И поэтому тебе надо сейчас просто взять, собрать вещи и уйти от родителей. Всё. И не брать у них денег, сука, как бы тебе там не хотелось. Не было хуёво, плохо и всё тому подобное. На стены лезь, не иди, не звони, не проси, выбирайся сам. В 34 года, я думаю, ты выживешь. Ничего страшного с тобой не случится. Я понял. Это нормальное состояние, в котором я тоже был, поэтому я тебе говорю, вылазь. Не успеешь вылезти, закатают тебя под асфальт и гулять. Ну, херово. Да, по-моему, уже закатан. Уже закатан надо с асфальтом. Ты в яме, но ещё не засыпали, подожди. Не-не-не, у меня ещё пока просто тупо рука уже торчит просто, чтобы тут покарабкаться. Поэтому как бы так вот, да. Поэтому тебе надо выходить, понимаешь? Ты не сможешь это прервать, если ты ничего не будешь делать. Ты можешь слушать коучей, мотиваторов, всякую хрень, вот эту там, я не знаю, там, психологов. Но ничего не будет, пока не начнёшь действовать. Да, Игорь, я уже, я не знаю, к кому обращаться, там, я... Тебе не надо к никому обращаться, тебе надо уйти от родителей и начать жить самому. Я ушёл, вернее, не я ушёл, родители ушли от нас, как бы, я живу с сестрой, вот. Я с сестрой уйти тогда. Мы с сестрой живём вдвоём. Вот я, да, тут очень сложно. Собирай вещи, пиздуй куда-нибудь, я тебе говорю. Да? Да. Собери вещи, сними квартиру, уйди. Уйди, я тебе говорю. Ты от папы с мамой избавился, они сами, бля, как вы их заебали, ты сам представляешь? Да, да. Скука, они со своей квартиры ушли, блядь, от вас, чтобы... Это же пиздец просто. У тебя охрененные родители. Да, 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 я согласен. Единственное, что ты можешь сделать, возьми вещи, сука, уйди оттуда, я тебе говорю. Найди работу, уйди, сними квартиру, живи сам. Живи сам. Ты так стрельнешь, мужик, ты, бля, уйди просто, я тебе говорю. И не затягивай, собирая вещи, ввали их. Никого не слушай. Все уже, понимаешь, уже просто невозвратно. Ты, бля, в такую жопу попадешь, я тебя просто моделирую. Смотри, останешься с сестрой, всю жизнь проживешь с сестрой. Она замуж не выйдет, и ты не женишься. Собери вещи, уйди, я тебе говорю. Алексей подвис. Отличный коуч. Некоторые слова не объяснить без мата, это сюда. Алексей, ты там прерваешься. От меня он еще не уходил. А вот ушел. Алексей. Пошел собираться. Аудитория крутая. Алексей, в общем, если ты слышишь, если сейчас вышел в эфир, просто начни. Никого не слушай. Уйди, у тебя все изменится. Начни просто что-то делать. Все. Алексей, а бывшим мужем тоже так же нужно подозревать. Игорь, если... Если съехать и жить на... Так нельзя, нужно прямо... Короче, у него телефон сел в ноги, возможно. В общем, эта проблема на самом деле очень актуальна, и она у многих. Они люди, которые не уходят. Кто-то тут стучится. Алина Тудэй. Я не знаю, она случайная или нет, но сейчас проверим. Здравствуйте. Здравствуй. Это и специально, и не случайно?